Рассматриваем с вами после прокрутки 2600 масок, кто не видел, ссылку оставлю на видос в описании, прокрутили сегодня маски. А теперь у нас время рассмотреть билды. Рубрика шо по билдам. Поехали! Очень быстро, сейчас очень кратенько пробегусь по всем билдам, объясню почему, шо как, куда поинты, там шо как. В общем, повторяюсь уже, да. Кентавр, сила проворный. В замке он у нас половина в проворку, половина в силу поинты. Здесь у нас есть сет шаров, чтобы лучше попадалось ультой, как бы криты по дефолту. Ну, чисто обычный фуллстатовый кентавр. Медальки, тоже через которые я выкачиваюсь частенько. Очень полезный сет. То есть выкачиваете через пуллстат, просто делаете вещи на кентавре. Дальше идем. Хилочка. Хилочка с прошлого раза как бы не поменялась. Она точно так же, как и в прошлый раз мановая. То есть все то же самое. Очень важно, кстати, очень часто я не вижу в рандоме обновления духа на хилках, ребят. Этот талант фиолетовый. Он нужен на каждого хила. Он дает вам 2 ульты в лейтгейме. 2. Вы даете ульту, потом ждете там 30% времени от 180 секунд. Это вообще копейки. И потом нажимаете еще одну ульту. То есть это самый важный талант. Мановая хилка, бафы. Это очень полезный герой. То есть намного полезнее, чем разумная хилка. Не собирайте разумных хилок. Это к добру не приведет. Владыка. Владыку хоть порезали немножко. Рэнш атаки по-прежнему у него стоит. Все у него стоит. То есть Владыка вполне играбельный герой. Вот такой вот у него разумно-проворный билд. С драконщиком 5%. Криты. Медальки. Все как надо. Пойнты в замке. А, я про хилку не сказал. Пойнты в замке в ману. В ману, естественно, в ману. Потому что в full мана хил. У Владыки поинты в замке в разум. Ну, потому что Владыке много у него пробивания. Много у него автоатак в секунду. То есть проворки хватает. Full разум в замке. А насчет билда я уже все сказал. Идем дальше. Маг. Маг это моя изюминка, так сказать. Разумно-хитровой маг. Сет призывателя я на него не ставил. Потому что я не считаю это актуальным. Он очень сильно напиливает с руки и со скиллов. Ему просто некогда. Некогда выкачивать это говно в виде призывателя. И очень редко бывают ситуации, когда Володя может как бы много импакта внести. То есть Володя вызывается в основном ради взрыва с родной земли. Вот такой вот маг. Тоже рефреш. Криты. Криты, кстати, на мага спорный момент. Но очень-очень ему заходит этот сет. Потому что если вы хорошо играете на маге, вы даете не только скиллы, но и тачкуете с руки. Между скиллами. Прирост за очки мастерства я вкинул в фуллпоинты, короче, в хитру. Вот. 48, но это баг. На самом деле фуллпоинты в хитру. Идем дальше. Агель. Агель у нас разумно-проворная. Разумно-проворная. Пойнты в замке чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда. Там вот это, короче. Ну, грубо говоря, пополам. Разум-проворкой я вкинул. Не знаю, почему так. Видимо, кто-то мне посоветовал, когда я собирал. И не жалуюсь. Очень мне заходит эта сборка. Вот. Тоже медалечки. Тоже крит. Тоже дракон. 5%. И немножко сейва в виде оберега сапом. Против человек-гор всяких или масок. Дальше идем. Канонир. Канонир хитра разум. Разум хитра. Билд. В замке он у меня фулл хитру. Потому что точно так же, как и на магии. Там у героя хватает урона, но и не хватает пробива в лайтгейме. Поэтому очень советую вам кидывать поинты именно в хитру. По всяким медоварам очень неплохой урон залетает. Под добавщиком с сетки. С ульты очень неплохо дамажит. Тоже дефолт. 15%. Любым скеллшоттерам ставится 15% и рефреш. Ну и соответственно все остальное фулл стат. То есть анубисы. То есть медальки. Тоже спорный сет, кстати. Но я их беру только ради того, чтобы... Одну медальку я с первой строки беру. Вот эту я не учу. Она закрывается в далеком лайте. Медалька ради того, чтобы больше дамажить по таврам или по мобам. Но тоже очень ситуативный талант. В основном берется, чтобы выйти на шестую. Идем дальше. Авиатор. Разумного авиатора я вам не советую. Видите, у меня нет на нем 15%. Я не рассматриваю этот билд. Ребят, только силопроворный авиатор. Как в топе. Вот у коприща нормальный билд. Идем дальше. Лиса. Лиса разумно-хитровая. Тоже рефреш 15%. Ну тут в основном в билдах все повторяется. То есть... Опять же, поинты в хитру. Чуть-чуть я закинул ей хранитель основ. Это дефчик от лун всяких. От масок. Вот такой вот у меня билд. Конечно, спорный сет Оскара на лесу. Но все же он дает очень много статов. И он очень заходит этому герою. Тут, конечно, можно было бы придумать что-то. Но я считаю этот билд идеальным. Идем дальше. Маска. Я, наверное, заебал там мелькать. Эпилептика. В соре, пацаны. Я не могу просто... Я когда рассказываю, я должен показывать пальцем, о чем я рассказываю. Буду тыкать в монитор. Короче, на маске... Рефреш, 15%, крит. Что еще? Ну, тут всякая хуйня, короче. На статы в основном. Масочка должна много дамажить. Много дамажить это разум. И, соответственно, пробивать. Пробивать это хитрость. Разум хитра. Дефолтная маска. Очень много дамажит по новой кукле к 100. И вот, собственно, ап на новую куклу тоже присутствует. Я его редко закрываю, если честно. Но он тут есть. Идем дальше. Фанатик. Фанатик у меня силы хитровой. То же самое. Скиллшотер. Рефреш, 15%. Блинки. Блин, кстати, это очень стратегически важный такой талант. С апом у меня... Вы могли заметить, на многих героях он стоит. Это реально важная тема. Что еще сказать? А, я про маску. Сказал, что у него поинты в хитро? Да? Теперь сказал. У фанатика поинты у нас... Фулл силу я сделал, хотя... Опять же, спорный вариант. Но вроде как у фанатика большие приросты к хитре, поэтому я не стал делать ему фулл хитру. Я сделал фулл силу. В замке тоже не жалуюсь. На линии он нормально стоит, убивает в лесу. Даже я частенько играю. Тоже достаточно играбельный герой. Идем дальше. Жаба. Жаба у нас сила хитро-проворная, да? У нее есть вариативность в билде. Я могу уйти как в проворку, так и в хитру. В замке поинты в силу. То есть, в катке я выбираю, во что я ухожу. Собственно, в проворку. С помощью 15% или вороны. Или же в хитру. С помощью рефреша. Ну и, соответственно, тут дохера хитры. А вот такой вот у меня билдец. Насчет четвертой строки фонарей. Я просто не знаю. Тут надо убирать один из сетов. Я не хочу убирать ни 5%, ни рефреш. Ни ворону. То есть, здесь все надо. Я просто пожертвовал апом в четвертую строку. Который видит инвизоров со светляка. Я считаю этот билд на жабу идеальным. Вампир у меня разумный. Я не советую собирать вам разумного вампира. Собирайте силового с гробом. Сила хитра. Собственно, как в топчике. Не будем долго на вампире останавливаться. Крио. Крио я имею 2 сборки. У меня есть сила хитровая. Ой, сила проборная и разумно-хитровая. Собственно, 2 сборки. Конечно же, лучше дефолтное Крио в разум. И хитру, как это задумывал Антоха изначально. Пойнты я разделил пополам. Хитра разум. 30-30. Тоже дефолтный билд. Рефреш. 15%. Тапки с инвизом. Анубисы. Печенька. Все. Типа, я не знаю, что-то объяснять еще. Вот такой билд. Дальше у нас идет Мойра. Мойра в силу не советую никому собирать. Только в разум. Только лейтгейм. Только большие тычки. И самый большой недостаток силовой Мойры это отсутствие критов. У нее нет критов. И поэтому она не дамажит в силовой сборке. Мне не нравится силовая Мойра. Не советую. Собирайте, вот как в зале славы, скритом, чтобы она дамажила с руки прям до хера. Кстати, а где? А, у него 5-5-6. Ну окей. Сейчас не о его билдах речь. Собственно, не советую силовую сборку. Но если вам интересно, то у меня поинты в проворку на силовой. Хотя, опять же, полная хуйня. Ведьмак. Ведьмак. Сила хитровой. В поинты в замке фулл сила. Присутствует у нас стабилочка. Присутствуют анубисы. Пол стат. Рефреш. Единственное, чего нет, это 15%. Но я не знаю. Типа, здесь просто нет места для 15%. Я бы не хотел убирать ни полностью от Оскара, ни по Калиблоне. Вот это убрал бы. Все остальное, тут просто нет слутов. Я считаю, этот билд на Ведьмака идеален. То есть, ну, вообще не жалуюсь. Идем дальше. Амазонка. Амазонка с вариативностью выкачки разум хитра. Ой, разум хитра, я говорю, сила или разум. То есть, с помощью третьей строки, когда вы видите пул героев, вы можете уйти на Амазонке или в разум, не уча этот Мидас, выучив вот этот талант на разум и после этого закрепить разум Мидасом. Поскольку Мидас дает наибольшее, соответственно, вы учите сначала разум, потом подкрепляете Мидасом тоже разум. Ну или же в силу. Просто учите тупо сразу Мидас. Не знаю, просто затронул дефолтный момент на Амазонках. Мне кажется, многие это не понимают. Тоже стаки, криты, рэнш атаки, бессмертие. Спорный на самом деле сет на микростан. Вот эти вот лапы. Но, опять же, я не жалуюсь на этот билд. Очень редко закрываю микростан на Амазонке. Супер редко, потому что игры в основном не доходят до глубокого лейтгейта. А в мидгейме это не учится. Пойнты в замке 30 хитра, 30 проворка. Меч. Фу, я не успеваю. У меня дыхалка, дыхалка. Надо же еще в тайминге укладываться. Меч у меня разумно... Ой, фу. Это я уже брежу. Сила, сила проворный меч, конечно же, с рефрешем. С пятью процентами. Я считаю, что этот билд на меча идеальный. Я бы на нем ничего не менял. В начале игры я выкачиваю фулл силу на нем, чтобы больше урона было с прыжка и ульты. И потом уже в лейтгейме начинаю закрываться проворкой, чтобы он все это дело быстрее дамажил. В замке поинты у него фулл проворка. Идем дальше. Химера. Химера у меня сила хитровая. Для чего хитра? Потому что на силовой химере вам надо дамажить. А дамаг у нее происходит именно с крита. Соответственно, все поинты в замке на химере в хитру. И добиваются все это сетом на крит и сетом на 15% урона. Вы активируете двойные тычки. И этими двойными тычками ломаете абонентное лицо. Собственно, билд полностью статовый. Хитрая сила. Обязательно вот этот талант в первую строку, чтобы уйти в силу. Это очень важно. У химеры большие приросты к разуму. Если вы не выучите это говно, вы уйдете в разум. И вам будет неловко играть на силовой химере в разум. Хроника. Хроника, сила проворный билд. Тоже абсолютный дефолт. Ренш атаки, чтобы доставать противников далеко. И не подставлять лицо под удар. Крит. Искажение. Дракон. То есть максимум сейва тоже должно быть на этом герое. Не знаю. Некоторые... Я слышал теорию о том, что надо блинк на нее ставить. Но я просто не вижу слотов. Это надо убирать, наверное, 5%, чтобы блинк ставить. Я не считаю, что блинк нужен этому герою. Очень хорошо себя он чувствует и в такой сборке. Вот. Идем дальше. Не, ну вот это говно можно, конечно, поменять. Это просто меняется красным аналогом из первой строки. Как вот на Химере. Вот этим талантом. Идем дальше. Чумной доктор. Чумной доктор это хороший саппорт, но билд у меня на него нехороший, потому что я редко им играю. Если вам интересно, что я считаю идеальным билдом, то это, конечно же, убрать нахер книги вот эти и убрать аппеченьки и поставить сюда 15%. Такой билд будет более-менее смотреться. Фулл стат с 15%, док, сильный герой, но, опять же, билд у меня не идеальный. Тут есть что менять. Это, это, это. То есть, ну, билд такой себе. В замке фул разум, чтобы больше резал дефа. Дальше идет син. На сине, я не знаю, я собрал его, поиграл на нем немного, мне этот герой не зашел. Но вот этот билд, по мнению чата, по мнению большинства людей, на стриме идеальный. Потому что я собирал его с вашей поддержкой на стриме, соответственно, информационной поддержкой. Вы советовали мне что собрать. Этот билд на сина я считаю идеальным. Пойнты в замке фул сила. Обычная сила хитровой син. Асур. Асур у меня херовый билд, на самом деле. Я бы убрал микростан отсюда, убрал бы тут много талантов ненужных. Не буду рассматривать его. Мне не нравится этот билд. Катана. Представим, что здесь в двух дырках сет на 15% пробива. Соответственно, билд я считаю такой идеальный. То есть вот эти две дырки забиваются вот этим сетом. И полностью идеальный билд на катану. В замке она фул сила. Дамажит с ульты очень много. Пушит хорошо. С руки дамажит тоже очень много. Ап я поставил на увеличение ульты. Урона ульты. Дальше идем. Предвод. Предвод у меня в силу проворку. В замке он в дефы. Но, опять же, если вы собираете такую сборку, то вам, наверное, лучше сделать его в фул силу. Чтобы он много дамажил. Я сделал в проворку, вернее, в дефы. Потому что увидел просто одного чела, который на деде был очень жирным. Но, по моему опыту, лучше поинты закинуть в фул силу. На деде. И дамажить с булавы. Много. И с руки. И пушить. Вот. Сила проворный дед. Обычный. Дальше идем турок. Это вообще лучше не смотреть. Это вырви глаз. Егерь тоже у меня не собран. Что у меня собрано? Гром. На Громе у меня идеальный билд, я считаю. То есть, единственное, до чего докопаться можно. Это до вот этого таланта, наверное. Но, опять же. Полностью идеальная сборка. Силовой гром. Сила хитровой. В замке он в силу. Блинк. Искажение. Рефреш. Все как надо. Ульта. Главное, в одну цель ульту ставьте. Потому что Ауи ульта менее профитна, когда вы уходите в перефарм. Я считаю, что лучше шотнуть одну какую-нибудь жирную цель с фармом, чем по чуть-чуть надамажить по всем. Идем дальше. Медовар. На медоваре, я не знаю. Учитывая вот этот новый сет, может быть, у меня уже не идеальный билд. Новый сет на антикрит вышел. Но скажу, что этот сет, вернее, этот билд близок к идеалу. В моем понимании. Если не учитывать, что в нем нет вот этого сета. Можно, в принципе, и без этого сета на нем играть. Отлично. Не смотрите на мой рейтинг. Я отыграл на медоваре достаточно много игр. Это было на твинке, когда меня забанили. В замке у него поинт и фул разум. Конечно же, фул разум. Этому герою самое главное мейнстат. Идем дальше. А, ну разум, соответственно, подкрепляется хитрой. Я забыл это упомянуть. Разум хитра, потому что разум это урон, а хитрая это пробивание. Урон плюс пробивание равно много циферок. Завершающие наши сборки герой. А, нет, это предпоследний. Гора. Гора у меня в силу хитру. Сделана эта сборка для того, чтобы шотать противника с одной кнопки. Вы могли уже чекать на канале, как я это делал благополучно. Правда, это лейты, это лоурейт, но все же. Сила хитровая гора очень много дамажит с ульты. Очень много. Соответственно, ритуалочка в начале игры, чтобы добиться еще. Цветляки, ульта, много дамажит. И сеты, подкрепляющие, соответственно, урон этой ульты. И подкрепляющие автоатаку этому герою. Вот такая вот гора. Крит, кстати, на гору мастхэп. Потому что, когда она в лейтгейме начинает дамажить по 2000 с руки, это стоит того, ребят. В замке, конечно же, фулл хитра. Конечно же, фулл хитра и навожу курсор на силу. Это я уже такое, чисто... Лесовик. Новособранный мой герой. Кулака и берсерка я пропускаю. Лесовик в идеальном билде. Идеальная сборка. Просто не докопаться ни до чего. Просто фулл стат в замке в разум. Этот лесовик делает грязь. Дефолтная сборка, то есть разум хитра. Делается все это для того, чтобы деревья были жирными. Много дамажили и ты, соответственно, напиливал по дереву рутами очень много тоже. Есть у меня еще пара героев в запасе. Недавно собрал красочку. Поинты в замке я вкинул ей в силу. Это силовая сборка. Очень тяжело на краске уходить в силу, поэтому обязательно ставьте талант во вторую строку. Если вы собираете силовую сборку, обязательно вкидывайте талант на силу, чтобы не уйти в разум. Такая вот хитрая, сила хитровая сборка. По моим впечатлениям, она вообще, ну типа, она такая шляпа, этот герой. Но билд, тем не менее, присутствует. Путник. Путник настоял, чтобы я собирал его чатик, я собрал его проворку, фул проворка в замке, соответственно, сила проворка в билде. Играю я от мишки, то есть, и от ульты. Не с рейнджом атаки, я считаю, это лучший вариант, чем аналогичный ульт, только с рейнджом. Тоже призыватель, 5% в крит в фул стат, короче. В замке, как я уже сказал, в проворку. Сначала закрывается фул сила, потом закрывается проворка, чтобы чаще намажить. На этом вроде бы все, билды подошли к концу. Спасибо, ребят, всем за просмотр, оценивайте этот ролик лайком, обязательно, я старался для вас. Не забывайте подписываться на канал, ну а с вами был Пров, также оставлю ссылку в описании на ролл масок, мы сегодня потратили 2 600 масок. На этом все, всем пока.